Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 11 октября и есть очень и очень интересные новости. Ну, во-первых, Кадыров просто-напросто объявил ультиматум Путин. Да, обиженный и посрамленный Кадыров взял и сказал, что если Путин не выполнит условия его Кадырова, то он развяжет в России какую-то невиданную бойню с кровной местью и со всеми, значит, атрибутами. Что за история, что за ультиматум, об этом в сегодняшнем выпуске. Иран пообещал просто разнести весь нефтяной рынок, если вдруг на него нападет Израиль, или если Израилю предоставят определенные страны в свои воздушные пространства. Могут, не могут сделать, и кого Иран назначил новым руководителем Хизбаллы. Об этом тоже поговорим. В Крыму интересные события происходят. Местный глава аннексированного Крыма как-то чудит в последнее время, особенно после удара по нефтяному терминалу, что он там исполняет, и об этом поговорим. Еще будет много разных интересных новостей, поэтому, если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И давайте разбираться. Итак, Кадыров объявил кровную месть двум депутатам Госдумы и одному целому аж сенатору Российской Федерации. Речь идет о Сулеймане Керимове, и объявил он также кровную месть Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. Это депутаты Госдумы. Значит, что за месть Кадыров рассказывает? Он выступил перед своими силовиками на смешанном языке. Он сказал, что дошли до него слухи, у него есть доказательства какие-то, что вот эта троица заказала Кадырова, дабы его физически устранили. Но он готов прекратить вот эту кровную месть, если вдруг вышеупомянутые персоны докажут ему свою невиновность. Ну, значит, почему это событие примерно на одном уровне, может, а может даже по последствиям и серьезнее стать таким же, как Пригожинский марш на Москву? Да потому что Кадыров до недавнего времени, он решал практически все вопросы по бизнесу, шли к нему, обращались. И, естественно, Кадыров за время полномасштабного вторжения, он набрал серьезный вес, он обзавелся еще дополнительными силовыми какими-то структурами. Ну и, естественно, Кадыров, Кадыровцы, Ахмат в российской пропаганде – это прям символ каких-то непобедимых. Мы-то знаем, на самом деле, кто они. Непобедимых воинов. Ну, в общем, и тут такой казус. И речь идет о деле Вайлдберрис. В общем, в двух предложениях. Многомиллиардная компания, муж с женой развелись, муж хотел половину, жена сказала «до свидания». Жена пошла за крышей, как это принято говорить в России, к Сулейману Керимову, одному из богатейших и влиятельнейших людей России. И, ну, его еще иначе называют неким там удерживающим, смотрящим за Дагестаном. А вот муж пошел к Кадырову, так как все знают, что если пойти к Кадырову, Кадыров там порешает какие-то бизнесовые вопросы. Тем более, компания многомиллиардная. И жена, и муж пообещали такую немалую долю тем, кто их крышует. Соответственно, вот в данном случае повезло Керимову, потому что произошла сделка. И вот эту жену Татьяну Ким, знаете, есть Ким Курильщика, который в России работает, а есть Ким здорового человека, который ведет один из, ну, я так думаю, что он ведет один из популярных телеграм-каналов в Украине. Итак, Кадыров не смог решить этот бизнес-вопрос, ну, по большому счету, отжать долю у вот этой Татьяны Ким. А Керимов смог ее прикрыть. И так посрамить Кадырова, так унизить его, это нужно еще постараться. То есть Кадыров уже пошел на крайние меры, прислал 20 своих бойцов туда, к офису. Началась стрельба, и были убиты два охранника вот этой компании, два дагестанца. В общем, всех повязали, там оказались бойцы ММА, бойцы силовых структур Кадырова, те, кто стрелял. Ну, и, конечно же, сразу их должны были отправить там куда-то в зону так называемой СВО, чтобы они искупили вину. Кого куда отправили, непонятно. А вот этот вот муж, который все это дело затеял, заказал, пошел к Кадырову, он был задержан и обвинен по нескольким статьям убийства, покушения на убийство. Ему пожизненное грозило, но вот тут Кадыров порешал. Через некоторое время суд отказался его просто арестовывать из-за состава отсутствия, состава преступления. То есть Кадыров помог ему избежать тюрьмы. Ну, вот оказывается правосудие ручное можно, но тут, значит, в чем здесь вообще важность этого события? В том, что оно, это событие может трухнуть Россию изнутри очень серьезно. Если мы говорим про Северный Кавказ, про Дагестан, про Чечню, то это очень серьезное событие, которое может повлечь за собой, ну, фактически войну кланов. И понимаете, как вышло? Вот этот Сулейман Керимов, он довольно близкий к Путину персонаж, так и есть. Он периодически отчисляет средства или покупает недвижимость путинским дочкам, Кабаевой и ее семье, кому там еще, Кириенко. Он близок с главой администрации президента войно. Ну, то есть, судя по всему, в данной сделке, где Керимов вышел пока что победителем, эта сделка была согласована на самом высшем уровне. То есть, где? Ну, соответственно, у Путина. И тут так посрамить Кадырова, показать ему, что ты не можешь решать какие-то вопросы в России. Есть клан сильнее тебя, есть клан, который выше тебя. И есть клан, который просто тебя, если нужно, может и физически устроить. И вот это, конечно, как это, академик Акадырова. Я не шучу, он реальный академик Российской Академии Наук. Академик Акадырова, у него два синапса смыкнули, и он вышел, разозлился и сказал, я объявляю кровную месть, они меня хотели, значит, уничтожить. Вот, естественно, что сейчас Керимов не будет идти и предъявлять доказательства, что он этого не делал или делал. Он не будет оправдываться, это слабая позиция, он уже выигрывает в этом деле с Вайлдберис. Поэтому Кадыров решил поднять ставку и сказал, иначе, ну что такое кровная месть? Это просто война на уничтожение двух мощных кланов, у Кадырова вообще своя армия. Конечно, нам это на руку, то есть нам бы на руку еще туда пару кланов, чтобы подключились и пошла битва, знаете, как в Терминаторе. Война не на жизнь, а на выживание. Там еще таким голосом говорили. Вайда не на жизнь, а да выживай. Вот таким. И нам бы, конечно, это хорошо. То есть жидкий Терминатор Кадыров, Керимов этот, вот чтобы они поразносили там своими частными армиями все, что можно. И Кадыров говорит, я объявляю джихад. Все. Теперь, по большому счету, если Путин захочет это дело тормознуть, а только он может решить, пахан всея Руси, только он может решить, разрешить этот спор. Если он захочет его разрешить, у него ситуация патовая. Почему? Если он стопнет сделку с Керимовым, значит Кадыров его взял на слабо. Вот я объявил, и Путин испугался, сразу дал заднюю, Керимова уговорил. Если же он скажет, пусть идет все как идет, и Керимов, как говорится, будет дальше продвигать эту сделку, то тогда, как пацан сказал, пацан сделал. Кадыров обязан объявить кровную месть и гоняться, физически уничтожать весь этот клан. А нужно понимать, что на Керимове в такой значительной степени относительное спокойствие Дагестана держится. То есть, относительное спокойствие, потому что Дагестан – это один из самых бедных регионов России. Дагестан по количеству разных инцидентов в последнее время, мне кажется, он перевыполняет план. Достаточно вспомнить, и когда бегали, заглядывали в турбины, помните, искали в самолет из Израиля, евреев искали. И достаточно вспомнить расстрел синагоги и православной церкви. Помните, когда там и этих полицейских, ну в общем, там месяца не проходит, или недели, наверное, уже не проходит, чтобы какую-то антитеррористическую операцию там не проводили. В общем, это регион с большим потенциалом для протеста, который может полыхнуть. И для Керимова вот так вот это сделать, чтобы там полыхнуло, чтобы тоже немножко уравновесить ситуацию, что я тоже могу шантажировать. Естественно, он это делать не будет, но тут чеченский клан Кадырова объявляет кровную месть нескольким дагестанским кланам. Это на самом деле может стать вот тем, той спичкой, которая подожжет Дагестан. Поэтому и что делать теперь Путину? А вот тут главный вопрос, почему я эту новость вообще первой поставил? Да потому что могло ли быть такое, вот такое случиться, если бы Путин не начал войну в довоенное время, когда у Путина все под контролем, он, значит, себя уверенно чувствует? Нет, конечно, не могло. Мог бы Пригожин условный задавать вопрос Шойгу, где снаряды, ты там, мог бы он пойти на Москву? Конечно, нет. Война ослабила не только Россию, но и Путина. То есть Дед Кабаев слаб, по крайней мере, намного слабее, чем раньше. Он уже не управляет внутренними процессами. Ручные псы, бультерьеры Путина уже грызутся друг с другом и потявкивают в сторону хозяина. Мол, если ты его не усмиришь, то мне придется тут немножко тебе квартиру разнести. Понимаете, как оно выглядит? Поэтому что там будет сейчас делать? А, еще важно, что вот эти скандалы клановые, они бы, если бы не война, они бы никогда не вылезли в публичную плоскость. Никогда все решалось по-тихому, в кабинетах, туда-сюда. Ну, в общем, как говорится, в данном случае мы болеем за обе команды. Не сдерживайте себя ни в каких средствах. Давайте, разнесите там все. Может быть, это и к лучшему. Ну, по крайней мере, для Украины так точно. Поэтому еще одна новость попалась мне, когда я материалы подбирал на эту тему, что 18-летний сын главы Чечни по совместительству министр спорта республики Ахмат Кадыров запретил всем чеченцам участвовать в турнирах поп-ММА. Значит, турниры поп-ММА – это когда в ринге бьются непрофессионалы. Ну, это сейчас так модно, там каких-то звезд вытаскивают, еще каких-то блогеров. То есть, вот он… Прошла бы мимо меня эта новость, но как он запретил? Министр 18 лет, министр спорта потребовал и сказал, что кто будет участвовать, последнее вам предупреждение. Будут приняты очень конкретные меры. И он, знаете, как папаша, он тоже вот так вот плохо выговаривает некоторые слова, но, по крайней мере, он точно уверен, что на кого он пальцем покажет, тот исчезнет, если нужно. В Чечне, я имею в виду. Вот такие дела. А те, кто ему сказали, мол, не нужно так вести себя, как министр спорта, не нужно именно так подавать информацию, он через день потребовал не совать нос ни в свои дела тем, кто его раскритиковал из-за этой угрозы. Поэтому я уже показывал вам ролик, как Кадыров награждает Кадырова орденом Кадырова. Один из сыновей Кадырова, там уже Брежнев просто уже курит в стороночке по количеству орденов. Вот уже там на спине уже иконостас у него из орденов и здесь. И мне кажется, что вот этот вот сын, ему умышленно говорят, что там, ну, можно там немножко похудеть, привести себя в форму. Нет. Тогда китель станет меньше, тогда ордена не поместятся. Нет. Поэтому вот такие, не то что даже средневековье, ну да, наверное, прям очень, вот как-то, и это все повылазило именно сейчас. То есть, да, это было и раньше, но настолько неприкрыто это вылезло сейчас, потому что Путину не до этого. Путин мотается где-то, там снаряды, там ракеты, там нужно угрожать, потому что уже вот-вот сейчас ракеты западные полетят по России. То есть, ему не до этого. Поэтому повылазили все эти кланы, решили, что они большие вклады в войну эту сделали и могут себе позволять. Прекрасно, нас это устраивает. Про Крым. Я люблю эти новости. Кстати, запущу вот такую штучку, чтобы не забывали, если вдруг вы не подписались. Про Крым. Феодосии практически выгорело полностью вот эта нефтебаза. Ну, как минимум те резервуары, где что-то было. Пятый день, пятые сутки, там еще не погасили. Ее проще будет построить. Я думаю, что местные, если у них есть, там остались какие-то, они просто выйдут и не позволят построить снова на том же месте нефтебазу. То есть, выносить ее за город и все. А, соответственно, там ее разнести будет проще. А я думаю, что и никто строить не будет. Терминал выгорел полностью. Новенький, хороший терминал. 43 резервуара там было. Мне понравилось, мне понравилось, как вот этот Аксенов, ну, кто в Крыму жил раньше, тот знает его под кличкой Гоблин. Бандитская кличка в 90-е он был одним из бригадиров. Поэтому вот Аксенов, который сейчас путинская марионетка там в аннексированном Крыму, он написал следующее. Я бы мимо прошел этой новости, но нет. Он написал, по ситуации в Феодосии в связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Мы это видели. А, нет, вы не видели. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? По-моему, очень красивый выброс. И дальше Аксенов пишет. Терминал окружен сотрудниками профильных служб. Также на месте находятся все руководители. Терминал окружен сотрудниками. Сдавайся, терминал, ты окружен. Зачем вы его окружили? Что вы там делаете вообще? Я просто напомню, что там уже пожар третьей категории. Это категория В, категория пожаров именно на разных терминалах, где горюче-смазочные и там нефтепродукты хранятся. В, это когда А, это когда один резервуар горит. В, это когда группа резервуаров, наверное, видели, что они такими группками расположены. Где-то там побольше. Там хранится тут керосин, тут бензин, тут нефть, там еще что-то. А вот В, это когда уже вот по всей площади горит. Вот это был уже этот пожар. Поэтому прекрасно все произошло. Сгорели вот в этот взрыв. Местные там писали, что это уже скорее всего с керосином бабахнул резервуар. С бензином и с керосином они ярче, красивее горят. С керосином это беда, потому что керосин куда идет обычно? В самолеты российские, которые дислоцируются еще пока что в Крыму. Поэтому прекрасная новость про горящий терминал в Феодосии, но похоже сгорело все. И еще из Крыма новость. Эта новость, кстати, на РБК была. То есть туристы из России отравились неизвестными грибами в Крыму. Но не просто так они отравились. Они на прогулке под Бахчисараем. А вот как бы шастать не надо, да? Они насобирали грибы и местным жителям показали. Мол, съедобные? Те им сказали, да. Они съели грибочки и все госпитализированы. Значит, признавайтесь. Ну, кто не знает, я сам из Крыма. Признавайтесь, мои проукраинские друзья, в личку. Кто из вас это сделал? На самом деле жму руку. Большие молодцы. Кстати, раз про Крым заговорили и про тех, кто с проукраинской позиция в Крыму еще есть. А такие есть точно, это я вам говорю ответственно. И на оккупированных территориях, и на территории Российской Федерации есть те, кто помогают Украине. В общем, пользуясь случаем, я напоминаю, что у ГУР Украины, главного управления разведки Украины, есть свой бот. Можно отправить информацию и про расположение войск, ценную информацию, координаты про коллаборантов, чертежи. Ну, в общем, все, что считаете, информация о счетах каких-то зарубежных. Ну, в общем, все, что вы считаете может помочь в достижении победы Украине, вы можете туда отправить. Сделать это очень и очень просто. Вот здесь в описании к этому видео я оставляю несколько вариантов, как скоммуницировать с ГУР. Во-первых, это сам чат-бот. Во-вторых, есть телефон сигнал WhatsApp. В-третьих, есть почта защищенная на протоне. В-четвертых, есть номер телефона нашей команды, куда вы тоже можете отправить, и наша команда это все обрабатывает. Поэтому не стесняйтесь и спасибо тем, кто уже это сделал. Вы большие молодцы. МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время визита. Он сейчас в Туркменистане находится. Зачем он туда полетел? Там саммит проходит, форум точнее, посвященный трехсотлетию туркменского поэта Мактим Гулы, враги. Так вот, я посмотрел путинское какое-то короткое выступление. Он много говорил про поэта, много там говорил про то, что ситуация сложная, тяжелая и так далее. Но по сути, зачем он туда поперся на самом деле? Ну неужели на трехсотлетие, пусть даже и уважаемого туркменского поэта? Конечно нет. Путину важно встретиться из, хотя он только что виделся с ними на саммите СНГ, там будет еще президент Ирана. А Путину лететь в Иран, вы знаете, простите за мой французский, в последнее время. Поэтому идеальная площадка для встречи с новым президентом Ирана. Вот форум, где Путин обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, а по факту будут решать, что делать и как быть в клубе диктаторов. Потому что Израиль, судя по всему, сильно останавливаться не собирается. И так себе, знаете ли, воспринимает попытки из Соединенных Штатов попросить, потребовать, не знаю, не уничтожать и дальше руководство иранских проксих. Избалах, Амаз, Йеменский, Хусит и так далее. Вот буквально за пару дней еще там несколько верхушку выкосили. Ну, в общем, поедет Путин там с иранским пообщается. Но тут ведь вот что меня насторожило. Берды Мухаммедов-младший, его отца, все знают прекрасно, это такой тоже диктатор немножко отбитый, который книги писал, песни пел, рэп пел, там с лошади стрелял, каких-то кучу дурацких книг понавыпускал, заставил всех там машины, запретил определенного цвета, волосы красить запретил или разрешил, сейчас уже не помню. Так младший далеко не ушел. Младший, когда пришел к власти, я не знаю, что у них, почему, что с ними происходит, какая-то разница, какого цвета машины по улице гоняют. Ну, в общем, младший запретил проводить косметологические процедуры с ботоксом, наращивать ресницы, делать перманентный макияж, женщинам ездить за рулем. В общем, много чего женщинам позапрещал, джинсы обтягивающие, только рекомендации в национальной одежде, там в аэропортах, когда они прилетают из другой страны, жительницы Туркменистана, они переодеваются, что не дай бог там полиция нравов подойдет. То есть, это абсолютно реально, он запретил проводить косметологические процедуры с ботоксом. Как туда прилетел Путин тогда? Как, ну, это же просто ходячий, что-то наращивать ресницы, а брови красить можно? Или дедам можно? Мол, ботоксный дед с накрашенными бровями, это нормалек. Вот этот моментик хотелось бы у пресс-службы президента Туркменистана разъяснить. Ну, наверное, сделали исключение. Так вот, если мы заговорили уже про Иран, то все ждут, когда Израиль нанесет удар. Этот удар будет, вопрос только куда и что будет уничтожен. Вот нефтяная инфраструктура, конечно же, Соединенные Штаты сейчас там всеми правдами и неправдами накануне выборов, ну, точно не дадут Израилю нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре. Колебания цен на нефть. Там сейчас вышли каких-то сказочников статьи, что нефть будет там миллион долларов, ну, шутка, 200-300 долларов. Все вы прекрасно сможете компенсировать и увеличив добычу, и расконсервировав запасы, все сможете. Тут вопрос не в том. Кто-то пытается сильно сохранить Иран нефтяной и ядерной державой. Вот это важно. И если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре или по ядерной, то Иран пригрозил странам Персидского залива. Если они откроют свое воздушное пространство для Израиля, для нанесения ударов, то они будут считаться соучастниками и, соответственно, удар может быть нанесен по их нефтяной инфраструктуре в том числе. Поэтому тут я просто напомню, что Израилю, чтобы атаковать Иран, он может лететь через Сирию, Ирак, ну, не вариант, через Иорданию, Саудовскую Аравию, ну, вот как раз им предупреждение и последовало, еще Катару. То есть тут как бы надо договариваться, над кем лететь, чтобы атаковать Иран. И, наверное, это будет таким сдерживающим фактором. Ну и выбран новый, новый руководитель Хизбаллы. Я напомню, там уже просто счет идет в нового персонажа выбирают руководить Хизбаллой. И вот только говорит, я не успеваю сказать, прилетает ракета, его уже нет. Многие уже отказались, поняли, что ну как-то не очень хочется несколько минут, там от минуты до часа жить, а может там максимум сутки. Поэтому давайте-ка нет. И вот Иран назначил руководителем Хизбаллы новым, бригадного генерала Махмуда Риза Фалахзаде, он является заместителем командующего силами КУЦ, корпуса стражи исламской революции. Итак, давайте, чтобы было понятно. Иран по факту... А, персонально назначение было сделано верховным лидером Ирана Али Хамени Аяталлой. Значит, давайте и так, чтобы было понятно. Офицер корпуса стражи исламской революции, генерал иранский назначается иранским верховным правителем руководителя, руководить Хизбаллой. То есть, если раньше еще там как-то пытались, ну все знали, что Хизбалла это иранская прокси. Вместе с лидером Хизбаллы погиб, кстати, и руководитель вот этой сил КУЦ. Так вот, КУЦ это те, кто... Аль КУЦ это те, кто занимаются всякими внешними делишками, в том числе и прокси. Это чисто их задача на территории других стран. Поэтому тут уже никто не скрывается. Иран назначает руководителем Хизбаллы своего бригадного генерала. Ну, я думаю, что за Израилем не заржавеет, поэтому ожидаем развития событий в ближайшее время. Ну а Израилю и Украине, конечно же, победы. Ну а вы, друзья, берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на этот канал. Спокойного нам всем дня, ну и, конечно же, слава Украине! Продолжение следует...